сначала я расскажу что было первые два вот смотрите вот говорят типа дима ты не социофоб социофоб он всегда сидит дома он никуда не выходит он даже магазине выходит ему приносят еду это знать это очень про это уже невроз это уже не просто социофобия это невроз человек буквально скрытого когда выходит на улицу его накрывает паническая атака это уже совсем другое паническая атака вот почитайте просто в википедии вы поймете что такое паническая так человек не может выйти на улицу что у него там пипец все социофоб ли он он социофоб но плюс у него невроз и паническая атака ну то есть невроз вызывает панические атаки ему еще нужно работать с неврозом да что вот этих панических атак не было после того как он прорабатывает невроз панические атаки исходят на нет он все также социофоб он уже может выходить на улицу но его ему будет она неприятность она негатив будет а вот мысль вот эти все напряжение тела негативные эмоции будет но невроз и панические атаки он убрал но социофоб может выходить на улицу он может взаимодействие с людьми через преодоление себя постоянно он может это делать и вот это миф который придумали хотят сказать очкарики люди которые не разбираются в обе они думают что это человек который сидит дома нет он не сидит дома это первое нужно понять но у социофоба жестко выражен эффект молчания он если он социофоб очень сложно преодолеть себя некоторые преодолевают но потом очень много тратить сил и энергии то есть они преодолели им становится хуже и они откатываются обратно или они целыми днями потом сидят дома там неделями буквально больше ни с кем не общается то есть они замкнуты не в пространстве социофоб замкнут вот прям можете записать конспект социофоб замкнут внутри себя вот это признак социофобии самый главный еще раз повторюсь социофоб это не тот кто сидит дома это уже не в роз и панические атаки социофоб замкнут внутри себя когда он замкнут внутри себя это значит что он не социализирован он не может начать сам первый говорить он не может взаимодействие с людьми и даже если может опять же мы очень тяжело это сделать поэтому он закрывается внутри себя вот моем случае получается ярко выраженная уже прямо на пике была социофобия вот это завод эти получается два курса это два года это первый-второй курс это когда я приходил в университет очень просто все происходило вот были девушке девушки мне было очень плохо мне было даже тяжело сказать девушкам привет очень тяжело я мне даже было тяжело говорить пока но это типа было принято поэтому я это пытался говорить я не мог на там находиться и когда вот они И там все сидели, смеялись. Мне было очень тяжело. Мне все время приходили разные мысли. А вдруг они смеются надо мной? А вдруг я какой-то не такой? А вдруг они думают, что я какой-то странный? Я пытался, знаете, так показать себя, что я такой сильный и независимый. Хотя на самом деле это было не так. Кстати, вы можете тоже понаблюдать за людьми со стороны в группе какой-нибудь. Вот вы видите какого-то человека, может быть на работе у вас, где-то в университете, неважно, где-то. Он ни с кем не общается, и он такой показан, такое ощущение, как будто он такой высокомерный. И никогда не начинает первое общение. И такой, знаете, весь такой прям лицо такой, знаете, лопатой. Вот большая вероятность, что это не ЧСВ, да, то есть это не высокомерие. Это именно социофобия. Он замкнут внутри себя. Но чтобы не показаться идиотом, да, и не показаться таким, знаете, странным человеком, он позиционирует себя, что мне никто не нужен. То есть социофоб, первую очередь, да, ну вот люди, у которых есть такие проблемы, когда он замкнут внутри себя, он может это позиционировать так. Типа, ну что, мне никто не нужен, я свободная птица, да, он такое все время это показывает. Вот у меня было так же, я понимал, что я потерял контроль, я не знаю, что делать, я не знаю, как общаться, я не знаю, как вести себя. И все, что я мог сказать, это привет, пока. И показывать максимально, что мне эти девушки вообще не нужны. Зачем мне мои одногруппники, да и одногруппники были, мне никто не нужен. Я вообще свободный такой весь. Но при этом, знаете, как внутри было тяжело. И это продолжалось два месяца, получается. На третьем месяце, если я уже четко уже все скажу, вот сейчас вот вспомню. На третьем месяце некоторые девушки сами стали со мной общаться. То есть они сами вышли со мной, ну вот, что-то во мне, видимо, есть. И такое, я не знаю, ну, людей это привлекает. Они не могут, ну, они и так продержались два года. В какой-то момент они стали на меня обращать внимание. И не просто стали обращать на меня внимание, они стали со мной общаться. И мне, когда они только начали со мной общение, сами, мне было очень тяжело. Потому что в школе, когда девочки начинали со мной общение, они не просто так начинали общение. Они хотели меня застебать, высмеять среди других одноклассниц. И там я прям шипы показывал максимально, что ты что, офигела, я не буду с тобой общаться. И вот здесь у меня была такая же реакция, типа, ну, не бей, в смысле не беги, а именно бей. И я только сейчас думал, где-то подвох, где-то подвох. А они реально хотели со мной общаться, они хотели со мной дружить. Кому-то я нравился сексуально, они хотели со мной сблизиться. Но я этого ничего не видел. У меня зашворено было все. Из-за социофобии жестко были зашворены глаза. Никому, никогда в жизни я это не хочу передать. Ну, в смысле, не хочу, чтобы вы это испытывали. Это очень тяжелое состояние. Ты не живешь. Получается, ты живешь только дома. То есть, вышел в социум, да, вот в университет. Вышел из университета, такой, фух. Идешь один, и все равно тяжело, потому что всегда ты идешь в социуме. И когда заходишь домой, только там ты выдыхаешь, потому что ты замкнут внутри себя, в первую очередь. Выдыхаешь дома, ну, там, естественно, у тебя есть друзья. С друзьями ты более-менее безопасен. Почему с друзьями, ну, почему вообще может быть социофобия друзья? Это те самые люди, которые с тобой стали сами общаться, и они для тебя безопасны. Либо вы сплотились, потому что какая-то тоже была там, может быть, ситуация. То есть, в тусовке ситуация смогли сплотиться. Такое бывает. У социофобия такое бывает. Но и даже там с друзьями тоже бывает недопонимание. Там тоже могут как-то они атаковать, и человек не может за себя даже постоять, потому что он не умеет за себя постоять. В общем, два года я мучился. На третьем курсе со мной стали общаться некоторые девчонки. И так получилось, что как они начали со мной общаться, я пытался тоже... Все началось, наверное, с лагеря. Был курс, мы проходили, получается, практику в лагере. И я думаю, что именно в детском лагере мы были пионер-важатые. Я думаю, что там люди стали меня видеть по-другому, потому что мне приходилось постоянно... Представляете, социофоб постоянно должен был преодолевать себя. Вот я постоянно преодолевал себя. Мне нужно было детей вести, надо было их будить, ставить их на место, чтобы они не офигевали. Потому что у меня была самая старшая группа, при том, что у меня была напарница очень прокачанная в плане именно вожатых. Но она куда-то могла уйти, я оставался один, и мне приходилось преодолевать себя, чтобы управлять и контролировать детьми. А еще всякие разные мероприятия, в которых ты участвуешь, и ты не можешь сказать нет. Это невозможно. Все участвуют. Ну, понятно, что если бы я сказал нет, то, скорее всего, меня просто бы отчислили, потому что я должен обязательно закончить эту практику. И мне приходилось буквально преодолевать себя. И еще я думал, что если я преодолеваю себя, то таким образом я убираю себя с отцов. Я ошибался, конечно. И вот получается, что я вот этот, как это называется, не курс, сезон, первый сезон отрабанил, как в тюрьме. Да, ребят. Я постоянно преодолевал себя. Приходил домой, и меня спасал. Ну, как домой, там был номер отдельный для вожатых. И меня спасал только сон. Я опять просыпался, опять в напряжении. Целый день напряжения. Я потом опять заспал. И когда предложили второй курс, то есть второй сезон, я, ну, типа, обязательно нужно было пройти еще. Вот типа слово зацепилось у меня. Слово паразит. Недавно. Вот второй сезон я должен был пройти. Я сказал, нет, 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 ребят. Ну, и пришлось как-то договариваться, чтобы все-таки я где-то в другом месте отработал этот второй сезон. Не в лагере. Каким-то другим способом. Потому что я понял, что я не выдержу. Я знаю, что второй сезон я сойду с ума. До такой степени вот это нервное напряжение было. Вот эта софобия внутри тебя, она постоянно. Ты сколько угодно преодолеваешь себя. Вы просто не представляете, как я там дурачился. Что я там только не делал. Буквально, я хотел сказать, голой жопой бегал по территории. Ну, это не так было, конечно. Но я делал очень безумные вещи. И надо мной смеялись все. И люди видели меня совсем по-другому. Девушки, однокрупницы видели меня по-другому и стали ко мне тянуться. Но внутри все сжималось до такой степени. Такая тревога была. И алкоголь, естественно, мне не помогал. Алкоголь, кстати, мне никогда не помогал с тревогой. Ну, другим помогал мне. И вот девочки, видимо, увидели. Девушки, да. И однокрупницы увидели, что я, оказывается, могу быть вот такой вот веселый, смешной. И стали ко мне тянуться. Некоторые из них. И вот как-то они ко мне тянулись по-хорошему, по-доброму. И со временем я стал с ними дружить. И потом, ну, а дальше, вы знаете, я рассказывал про гида. Я работал гидом. Там еще одно преодоление. Но это все все равно не решило вопрос соуфобии.